Любителям актуальчины привет! Остальным мой рутуб канал, где уже залито видео по второму сезону пиратов. Переходите, смотрите, делать два ролика за неделю затруднительно. Спасибо, что цените мой труд. Поехали! Нового старого молодого горемычного в самом расстрете сил буквально недавно закончившего университет зовут Рокура Акадзима. Все так удачно сложилось, что сразу после учебы удалось найти работу в каком-то душном офисе. Но представляете, пара секунд, одна рабочая доставка секретных материалов с дисками и вот, вместо офиса вокруг только вода и всякие бандиты. Так мало того, что на транспортное судно напали, еще и всех, кроме ГГ, оставили ждать помощи. А самого горемычного забрали с собой, чтобы лишний раз навариться, получив выкуп. А то, понимаете, за саму доставку платить не так-то много. Зато владельцы украденного диска уже вовсю обсуждают на собрании целесообразность абсолютно любой цены за то, чтобы никто никогда нигде не рассекретил и не узнал, что же там за такие конспирологические данные. Впрочем, об этом позже. А пока самое время познакомиться с похитителями молодого. Значит, есть бойкая Реви, есть математический Бенни и есть Дач, с которым можно даже перекурить и обсудить, что по итогу сам Рок за себя будет выплачивать выкуп, который компания однозначно повесит на него. То есть да, во-первых, у ГГ теперь тоже есть сокращенное модное имя, а во-вторых, прямо по курсу плановая остановка для культурного отдыха в каком-то гнилом заведении. К несчастью, в то время как Рок с Реви спорили, кто кого перепьет, Дачу позвонила некая балалайка. Между прочим, глава модной русской мафии, желающая отхватить кусочек среднеазиатского рынка. Информация у дамы важная, надежная, проверенная, а головы курьеров скоро придут какие-то наемники. К счастью, долго ждать не придется. Вот уже и они, и бим, и бом, и бум, и бам, и прочая резня. Но не стоит волноваться, не зря же ГГшку прозвали двурукой. Вон она как с двух пистолетов настреливает, хедшоты ставит, по всем с первого раза попадает. Одним словом, имба. Другим словом, поздравляем! От нагрянувших проблем удалось скоропостижно сбежать, так еще вот какое дело. Бенни смог выйти на связь с компанией Горемычного. А значит, ему помогут, спасут, выручат, из беды, да, да, беда. Ничего, ничто вообще не значит. На самом деле, по академии, заочно получившему повышение, уже готовят панихиду. Потому что компания, по части секретных разработок, занималась чертежами ядерной бим, бом, бим, бом. И никому об этом знать вообще не стоит. Помянем. В честь вестей и новостей, можно даже на палубе поплакать, погрустить. И что лучше автомат получить? Ведь вон там, видите, в небе, прямо по курсу, вертолет. Причем, как несложно догадаться, никакими выстрелами летательный аппарат не контрится. Досадно. Ладно, вру, еще кое-какая надежда есть. Даже несмотря на то, что судно без лак загнали в реку. А впереди исток, и обратный отход грозит неминуемым получением прямых попаданий прямо в лоб. Шанс заключается в том, что Горемычный уже успел в конец ошизеть из-за всех разом навалившихся событий. Потому предложение следующее. Вот прямо там, на обратном курсе, есть затонувший корабль, а на судне имеются мощные торпеды, стреляющие ровно прямо. Соединим эти два плюс два и получим отличную возможность подлететь прямо в воздух, используя максимум возможного ускорения. А там и до попадания вертолет недалеко. То, что чисто технически задача плюс-минус невозможна, это не важно. Главное, что самонаводящиеся ракеты обычным сигнальным зарядом отведены, пара выстрелов для инициации сделаны, столкновение прямо по курсу рассчитано, осуществлено, и летательное чудо к фатальному делению приговорено. А на лодке все даже остались живы, целы и здоровы. Ну, разве что придется покупать новые запчасти и компуктеры, но это так, мелочи. Из сделок Балалайка с гендиректором произвели выгодный обмен. Мафия залутала денег, компания вернула утраченный диск. Короче говоря, все, кроме Горемычного, остались в плюсе. Хотя он в целом тоже да. Уже никуда в машину садиться не собирается, возвращаться не планирует. Тем более, поминки некому Академии уже организовали. А он теперь рок. И все. И точка. Вот. То есть, если не поняли, рост по карьерной лестнице случился очень быстро, и ГГТ просваивается в новой сфере. Работает на пиратов почти самозанятый. Правда, важный строгий офисный наряд с рубашкой и галстуком никто не отменял. Как говорится, работа есть работа. Даже если задачей является экстренная, несанкционированная, незаконная, осуждаемая остановка какого-то парохода. Между тем, продолжаются начавшиеся стандартные будни. Рок ходит по магазинам, возвращается с кринжовыми покупками, выслушивает норовоучения от Рэви. Дача связывается по нужным связям по телефону и кринжуется старых знакомых, недовольных сотрудничеством с новыми русскими мафиозниками. Бенни радуется компуктерской обновке, которая и так слишком долго пылится в машине после покупки. Значит, нужно ехать, устанавливать первоклассное оборудование и того лучше. С укомплектованным судном можно как раз двинуться на следующее задание. К несчастью, представляете, все оказалось подстроенной ловушкой, западной и засадой, задуманной вот тем гнусным, завистливым шизом, которому все не дает покоя появление русских конкурентов на рынке. Как его зовут? Неважно. Потому что раз, два, и катера уже поделены один за другим одной только Рэви. Три-четыре, и балалайка пришла по голову гнили. Пять-шесть, и с того конца телефона доносится какой-то шум. Видно, что-то где-то сдетонировало. Мораль всего случившегося следующая. Горемышный на самом-то деле до сих пор не знает, какое такое зло прошлое вынудило всех членов команды перейти на вот такую беззаконную гнилую сторону. Однако трагедия еще и в том, что сам он, нет-нет, да и да, восхищается тем, какие ребятки мощные. Проще говоря, внутри ГГ тоже сломался какой-то моральный компас. Да. И снова отпуск прямо посреди океана, и вместе с ним флэшбэки прямиком из 1945 года. Судя по имеющейся информации, как раз тогда из Германии в Японию выдвинулась подлодка, которая должна была доставить японского офицера на родину. Только вот немного не добравшись до пункта назначения, другой пункт назначения случился на глубине полсотни метров. Но есть еще один нюанс. По достоверным сведениям из секретных источников, на то же судно сел еще и какой-то полковник из особого отдела по особым делам. С собой у него была картина. Визуально ни рыба, ни мясо. Но экспонат имеет ценность историческую, фактическую, так что какой-то коллекционер уже внес аванс за то, чтобы пиратская доставка осуществила транспортировку заветного полотна, залежавшегося в спорных водах. Благо нырять есть кому, а чтобы Рэви лишний раз понапрасну не сердилась на руках, вот ей отдача в придачу новая модная свистелка, разработанная специально для стрельбы на глубине. Но это так, на всякий случай. Как не сложно догадаться, все так неудачно совпало, что как раз сейчас и будет тот самый всякий случай. Вон прямо по курсу какой-то корабль с шизами разодетыми в не менее шизичные наряды. Так что вы думали, у них еще и противотанковые установки прямо на борту имеются, и они уже даже заряжены, и даже стреляют. В общем, ничего кроме как уплывать в сторону и надеяться на удачу, везения не остается. Что до нырнувших, так картину они уже нашли, а значит дело остается за малым, собрать еще чего ценного. Потому пока Рэви ищет чем бы поживиться, Рок может тихо, мирно посидеть, подождать, подумать и понять, что никакого права они не имеют отбирать у откисших артефакты, служащие хоть каким-то напоминанием их существования. Ведь понимаете, у Шизов тоже были семьи, дети, вот это все. Ну Горемычная, так и поняла. Нужна лекция в форме ее собственного флэшбэка. Суть простая и неприятная. С самого детства бедняге тупо не везло. Все решали лишь силы, связи, способности и деньги. А если не решали, могло случиться прямо как с ней. Когда блюстители закона незаконно настучали невиновные ребенки по голове, просто потому что Рэви жила по соседству и попала не в то место, не в то время. Мораль сейбас не в том, что жалеть никого ни в коем разе не нужно. Кто слабый, тот слабый. А вот эти всякие побрякушки, черепушки, это так. Исключительно вопрос цены. Если откинуть всякие там интересные лишь историкам потаенные глубокие смыслы. Впрочем, разговоры разговорами, а внеплановых гостей никто не отменял. Проблема лишь в том, что информации о прибывших не о Шизах не поступало. Потому и ожидания противники несколько занижены. А гнили вон, что бы вы думали, уже и картину прихватили, и в батискафе на поверхность поднялись. Ничего не остается, кроме как плыть следом. Правда, лишний раз тратить патроны лучше не стоит. Потому-то Рок и потянул Рэви на дно и в сторону. К счастью, там уже и встреча с другой половиной команды случилась. И решение мстить Мстюш резичным конкурентам не заставило себя ждать, а лишние расходы и издержки это уже не важно. Тут, понимаете ли, дело чести. Собственно, план без плана уже разработан. Осталось только дождаться подходящего часа, а после можно заявиться прямо на пиршество, и вот так запросто поделить вообще всех и вся везде и всюду. Но строить одним словом резню. К несчастью, у Рэви уже все. В очередной раз затрещали винтики, шестенки, и она вот чуть не поделила ни в чем невиновных обычных работяг, нанятых управлять транспортом. К счастью, дачу вовремя подоспел, вразумить вразумил, и лекцию о вреде вреда прочитал. Если вам вдруг интересно, угаримышные такие шарики за ролики уже не в первый раз. Идентичная ситуация была, когда команда пополнилась Бенни. А все из-за простой банальной разницы в воспитании пути, которую пришлось пройти. Разные пониматели, тесто. Ну типа поняли, нет теста, лазанья, слои, мясо, рубка, нет? Ладно, не важно. Из важного, осталось только переговорить по телефону с заказчиком, который вот так неожиданно оказался одним из гнилых гнилей, некогда спрятавших в картине важные документы. И вот теперь осуждаемый поднялся, разбогател и заказал одну и ту же работу сразу у двух исполнителей, чтобы все было выполнено точно, четко и без нареканий. Как можно понять, последователи шизо-предков в схватке проиграли. Да что уж там, чел даже не смог, имея выбор, оформить математику в свою сторону. Правда, пистолет все равно не был заряжен. Так что, финито ля комедия, очередное задание выполнено. Поздравляем. Как Рэви планирует работать в команде с роком? Не знаем, не понимаем, ждем развития рамкома. А до того, самое время анекдота. Как-то раз Аристафан спросил Сократа, сколько крыльев у птицы? Философ задумался и ответил вопросом, а сколько у человека рук, ног, ушей и глаз? Аристафан посмеялся, достал очки и начал считать. Пять глаз, плюс два уха, плюс две ноги, плюс две руки, получается одиннадцать. Две единички. Сократ посмотрел одобрительно на собеседника, кивнул и говорит. Ну вот и у птицы, получается, тоже две единички. Левое крыло и правое. А ты, Геродот, обратился философ к стоящему за углом авиаконструктору, не подслушивая, о чем умные люди разговаривают. Сходи лучше, делами займись или говна поешь. Что до горемышных? Так ГГ тоже пытался по пути дороги рассказать пару анекдотов. Оказались не смешными, жаль. Хорошо, хоть что-то веселое за день все равно намечается. По плану проехать по всяким заказчикам и сообщить конкретные важные известия. Соответственно, это работодатель на даче постарался, чтобы именно ГГ с ГГшкой выполняли пыльные-непыльные дела. Чтобы, наконец, понимаете ли, наступили мир, дружба и жвачка. Ну а дальше, как понимаете, рутина, какое-то цензурное заведение посетили, балалайки о задержках чего-то сообщили, осталось только к святошим за поставкой вооружения и все. Около церкви, правда, уже вовсю с распростертыми объятиями встречают, матрацы из машины на склад разгружают и навстречу заведующий всем сыр-бором пенсии провожают. И все бы ничего, только представляете, у деменции плохие новости. На обещанные гранатометы заказ сделал кто-то еще, но так и быть, контора доставщиков у пенсии на хорошем счету, поэтому она готова отдать пищалке в обмен на повышенную оплату. После таких слов началась сущая резня. Простите, извините, никакой пальбы не будет. Рок ведь еще не допил свой чай, а чай вкусный, первосортный, ну прям точно говорит, прям как поставки от цветош. Только вот горемычный заметил одну особенность. Чай делают из высушенных листьев. В городе есть другие листья, сбыт которых осуществляется мимо мафии. А еще новые чистые матрацы не то, чтобы положено отправлять какие-то грязные амбары. Но ведь чай вкусный, а значит не обязательно докладывать о подобных казусах всяким балалайкам, на которых контора работает не постоянно, а так иногда нанимается на фриланс. То есть постоянных обязательств не имеет. Но старость так и поняла, молодой далеко пойдет, переговоры вести умеет. Молодец. Гранатометы включены в список поставок. Поздравляем. А по поводу окончания развития ромкома, так ГГ отказался извиняться. Мол, прощения просить ему не за что и вообще. Не только у ГГшки детства было не сахар. И вообще направление пули выбрано неверно, потому что рука уже перехвачена, и вообще сам пистолет уже в сторону улетел, и все могло бы продолжаться еще какое-то время. Но, к счастью, приехали порядок и закон. Говорят, смех смехом, анекдот анекдотами, а протокол составить придется. А то люди обедали, и их ни за что распугали. Все, романтика закончилась тем, что сигареты поцеловались. Тем временем, работа с доставками и грузами идет по плану. И вот как раз получен новый заказ на транспортировку какого-то ребенка. К несчастью, нянька из Рэви так себе, поэтому за мальцом присмотрит рок. И чтоб вы думали, слово за слово, вопрос за вопросом, оказалось, что юноша знатных крови родом. И похитили его мафиозники, потому что на землях семьи нашли какие-то ценные щелочноземельные металлы. Причем Горимыч не уверен, информация достоверная. Он сам, будучи клерком, исполнял множество заказов по части геодезических дел. И родословные истории всяких там знатных домов тоже изучал. Проще говоря, что-то тут явно не так. Иначе зачем бы мафия, схватившая юнца ради сделки, стала его отправлять не весь куда за море океаны? Даже понимаете, а выкупи речи идти не может. У поместья денег нет. Хватает разве что по мелочи на одну единственную служанку. Ну, дальше так и понял. Самое время связаться с Балалайкой и попросить разузнать, что там да как по части прозрачности сделки подводных камней. А сами курьеры пока отправятся в излюбленное барное место. Куда, к несчастью, уже прибыла и та самая служанка. Зовут Роберта. По найденной информации и фотографиям, Балалайка так и поняла. За пятью глазами кроется взор настоящего воина. И действительно. Стоило замешанного в махинациях с мальчишкой-мафиозником явиться по известию о какой-то ищущей их особе, как БАЦ! И все, кончились хихоньки да хахоньки. Всех поделили, бар разгромили, даже Рэй перед натиском мощная мощь и не смогла выстоять, словила контузию. К счастью, как-то чудом чудесным доставщикам удалось выбраться из заведения и даже раздобыть транспорт. К несчастью, паренька пришлось взять с собой. Он, видите ли, испугался подобной горничной. Потому как раньше служанка вела себя иначе, и людей до математики точно не доводило. Жаль только, что страхи и желания груза быть подальше от подобной спасительницы саму спасительницу вообще не волнуют. А значит, погоню никто не отменял. Благо, уже где-то там спасательный отряд собирает балалайка, за что и заранее спасибо. Неблаго, горемышню разбудить до сих пор не удается. Зато терминатор в костюме горничной уже не только по крышам на машине гоняет, а того хуже. На бегу транспорт героев догоняет. Прямого попадания отдача не будет. Юнец перекрыл обзор. Хотя, даже если бы и не перекрыл, Роберто все равно не то мясо, которое можно поделить одним выстрелом. Она вон даже с разогнавшейся на скорости машины не падает. Как-то силой мысли держится равновесие в норме, еще и на курки нажимать успевает. Хорошо хоть то, что далее по плану врезаться, только вот терминатору в юбке все равно хоть бы хны. Но ничего, вот уже вторая проснулась, значит будет самая честная и нечестная дуэль. Пив, пав, бим-бом. Вот это вот все полагающееся присутствует. Жаль, под самый конец танца пришла балалайка. Расклад таков, что продолжение резни бесполезно и никому не нужно. Все получили свое. Конкуренты русской мафии убраны благодаря стараниям служанки. А горемышной и вовсе уже пытаться не нужно. Потому что заказ, считайте, отменяется, убытки покроют. Разве что в крайнем случае, если дамы не согласны с таким простым завершением дуэли, можно устроить исключительно рукопашную баталию, чтобы урон друг другу нанесли, но окончательно не делили. Итог, случилось обоюдное поражение и двусторонняя победа. То есть, если вдруг не поняли, ничья. К слову, Рок тоже кое-чего не понял. Откуда на русской мафии военное обмундирование? Ну а тут далеко ходить не нужно. Дадж знает, в курсе, что балалайки со своими майорами и сержантами никто иные, как ветераны конкретных математических событий. Ясно? Понятно? Вопросов нет. Доброе утро, пора вставать. Гремычное все спит и спит, а там уже во все обсуждение новой сделки стынет. Знакомьтесь, Бай Чан, руководитель второго картеля, вполне себе имеющего лады с русскими балалайками. Вполне себе имеющего лады с русскими балалайки. Вот только кто-то все равно посреди белого дня умудрился пересчитать пару офисов бизнесмены. И своих некому. Потому вывод напрашивается простой. Виновны какие-то там революционеры, документы которых недавно попали в руки Чана. Теперь бумаги придется перевести куда подальше. Тем, кому пригодится, знает, что замышляет подполье в стране. Естественно, для пущей скрытности и отвода глаз одновременно разными маршрутами выдвинутся целых пять групп. Одна из которых – наши доставщики. К несчастью, прочих деталей обговорить не успели. Помеки уже тут как тут, еще и с РПГ стреляют, еще и офис штурмуют. Но отставить панику. Чан тоже не лукомшиты. Магазины заряжать умеет. Патроны тратит один к одному. Значит, отход обеспечен. Отказ от заказа уже не осуществить. Потому как иначе кто восстановит порушенную хибару? Проще говоря, пора в путь. Главное, пароль не забыть. Всякие осторожные отделения группы горемышних – это все лишнее. Главное, герои успешно до пристани доплыли и даже встретили транспорт, который должен был встретить их. Только есть один нюанс. Нужен тот самый пароль. К счастью, водитель коды доступа знает. Может повторить, к несчастью, Чан не настолько глуп и побеспокоился сменить позывной прямо перед встречей. Поэтому перехватчик схвачен за руку. И, возможно, даже оказался бы пересчитан. Но как-то так неудачно обстоятельства сложились, что Рока с чемоданчиком увезли. А Рэви только осталось что отстреливаться. Там, благо, настоящие подельники не заставили тебя ждать. Вот только никакие бумаги им горемычная передать не может. Чебоданчик, сами знаете, у кого. Придется, получается, спасать горемычного. Правда, если говорить честно, никакой макулатуры в кейсе не оказалось. Да и допрос тоже зашел в тупик. Молодой собирается молчать. Ладно, вру. Разговор двух земляков о том, как хорошо там или плохо в Японии все-таки случился. Мораль была, но и не была. Поэтому не важно. Вот что важно. Так это необходимость любыми путями и способами проникнуть в лагерь противников. Впрочем, думать над методами не придется. Потому что база все равно постоянно переезжает. Так что автоматических мин или ловушек явно нет. Слишком уж пыльное дело расставлять подобные приблуды. Получается, можно просто залететь с четырех ног и делить все живое на своем пути. А там и дорога получится добраться. И обратно до машины уже всем втроем сбежать. Только есть один нюанс. Водитель немного это. Того не в себе. Не в себя. Если откровенно говорить, плохо не только говорит, но и соображает. Поэтому вместо скорейшего объекта случилось случайное проникновение в лагерь уже на всех четырех колесах. А там, соответственно, и погоня должна оформиться, и споры между дамами по части того, кто займется перечетом хвостов. И того лучше, спор в рядах революционеров. Ведь понимаете, какое дело? Один вечно гонится за прошлым и командует подчиненного отправляться в погоню на неподконтрольные земли. А другой недавно говорил с молодым перспективным офисным работником и понял, что жить нужно настоящим. Но еще у последнего имеется пистолет. Так что приказ ясен, понятен. Документы получить не удастся. Нужно отступать. Что-то чемоданчик, и так он при обмене даже не понадобился. Оказывается, бумаги все это время были надежно припрятаны у реви. То есть да, вы все правильно поняли, спасение Геремычного было бесплатным. Спасибо! Пожалуйста, не стоит благодарности. Потому что бесплатный второй сезон уже ждет, не дождется, пока вы его посмотрите по ссылке в описании. Всех жду, переходим, смотрим. Ссылка в описании. Пока.